Девушки отдыхают Дело о пропаже ребенка переквалифицировано в похищении Красная линия, из-за которой будущее жителей улицы Лева Толстого в Бешкеке стало туманным Дорогу расширяют, единственный кров под угрозой сноса Эх, прокачу, набирает обороты Столичных гаишников катают на капоте через день Три случая за неделю последнего катали сегодня по джебек-джулу Глава государства сегодня обсудил миграционную политику с руководителем соответствующего ведомства Алмазбек Адамбаев принял председателя государственной службы миграции Медедбек Айдаралиева Он рассказал президенту о том, какие работы проводятся ведомством Для оказания поддержки кыргызстанцам, которые трудятся за рубежом В первую очередь в странах Евразийского экономического союза Айдаралиев отметил, что положение наших мигрантов на территории этих государств Значительно улучшилось благодаря участию нашей страны в интеграционных процессах ЕС Сегодня своей задачей чиновники ставят развитие системы организационного трудоустройства за рубежом И последующей защиты прав наших граждан Эта работа, по мнению Алмазбека Адамбаева, должна быть в приоритете Чтобы трудовые мигранты ощущали поддержку со стороны государства В решении своих социально-правовых проблем И знали свои права и обязанности Через кыргызские банки отмывались деньги Виктора Януковича Американского политтехнолога Пола Манафорта Информацию об этом накануне обнародовал украинский депутат Сергей Лещенко По его данным, бывший президент Незалежной платил деньги американскому эксперту за консультации Однако, официально деньги проводились как оплата за оргтехнику Причем операции совершались не напрямую, а через счета в офшорах, принадлежащие нашим банкирам Эксперты не исключают, что серые схемы отмывания денег действуют в Кыргызстане и сейчас Тему продолжит Игорь Потанин Информацию о том, что через кыргызские банки отмывались деньги бывшего президента Украины и советника Дональда Трампа Обнаружил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко По его данным, Пол Манфорт получил от Виктора Януковича порядка 750 тысяч долларов Официально эти деньги значились как оплата за оргтехнику Неофициально за политические консультации При этом деньги поступили Манафорту не на политические консультации А за якобы продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единицы на сумму 750 тысяч долларов Причем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из Кыргызстана Поскольку отмытые в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в штате Вирджиния А сама транзакция осуществлялась в американских долларах На расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США Пол Манфорт известный в определенных кругах политтехнолог За свою карьеру успел проконсультировать семейство Бушей Финского президента Фернандо Маркоса и багамского премьер-министра Линдона Пиндлинга И других политиков Но почему для получения денег он решил воспользоваться счетами киргизских банков Эксперты говорят, всему виной сращивание международной преступности с чиновниками Схемы, которыми воспользовались американский политтехнолог и бывший украинский президент Судя по данным расследований, действовали с 2007 по 2009 годы Позже было установлено, что через Азиюниверсалбанк Принадлежащий партнеру Максима Бакиева Михаилу Наделю Проводились многие сомнительные операции В Кыргызстане, в действительности, если вы обратитесь в любой коммерческий банк Для того, чтобы отправить деньги в Кипр или в Белиз или в другой какой-либо офшор Я уверен в том, что вам откажут, простому гражданину откажут Ссылаясь на то, что есть определенные ограничения Есть финансовый надзор за такой деятельностью Это всегда ясно, для какой цели отправляются деньги в офшор Поэтому есть определенные группы, которые имеют связи с большими чиновниками Которые могут закрыть на какие-либо операции глаза И вот с такими людьми работают международные, скажем, клиенты Однако эксперты не исключают, что Кыргызстан могли просто использовать в политических играх И на деле никаких отмываний средств не было Поводом для таких подозрений стал сам источник информации Новость о серых схемах бывшего президента Незалежной Обнародовал депутат от блока Петра Порошенко Никаких других данных от спецслужб по этому поводу не сообщалось А так как если эти операции прошли в то время легально То есть до сегодняшнего дня по ним ни одна финансовая разведка ни Украины Ни наша, ни американская, ни ООНовская Никто никаких претензий не предъявил То говорить о том, что это были какие-то серые схемы Украденные деньги, незаконное финансирование Все же знают, что Манафорт занимался лоббированием интересов Определенных финансовых и политических кругов В числе его клиентов оказался Янукович Вот и все Получить комментарий от нашей службы по борьбе с экономическими преступлениями не удалось Специалисты этого ведомства рекомендуют обратиться за разъяснениями в Национальный банк Ряд информационных агентств уже обратились к главному регулятору Пока с разъяснениями по этому поводу главный банк страны не спешит Игорь Потанин, Аутенбек Канебекулу, НТС Аттракцион для гаишника или а ты уже прокатил милиционера на капоте? СМИ соревнуются в оригинальности заголовков к новостям о том Как нарушители катают столичных гаишников на капоте своего автомобиля За неделю таких случаев уже насчитывается три Когда правоохранители оказались верхом на машине, пытаясь остановить нарушителя Последнее, к слову, произошло сегодня на пересечении Джебекчулу в районе западного автовокзала И вновь не желая подчиниться инспектору, водитель нажимает на газ Устраивая очередному гаишнику веселую поездку Правонарушители пока отделываются лишь штрафами При том, что такие действия могут быть квалифицированы как применение насилия к представителю власти Инцидент был зафиксирован камерой с нагрудного жетона милиционера Вместо того, чтобы предъявить документы, хозяин неправильно припаркованного автомобиля марки Тойота Виндом Просто поехал на сотрудника УПМ Однако уехать далеко с гаишником на капоте водителю не удалось Через несколько минут подоспевшие милиционеры заблокировали автомобиль Задержанный жаловался на самоотвержденного гаишника, который, прыгнув на капот, помял кузов его автомобиля Уже на дознании нарушитель раскаялся и попросил прощения Спустя пять дней, также пытаясь скрыться, патрульного прокатила на капоте 29-летняя водитель БМВ Она двигалась по улице Киевская в противоположном разрешенному направлению Спустя несколько минут вступиться за нее на серебристом Мерседесе примчалась ее подруга Причем, судя по видео, тоже по встречной полосе Отчаянные звонки к мужу, который, по словам нарушительницы, работает в финансовой полиции, ничего не дали Гаишник остался непреклонен За нарушение правил дорожного движения был выписан штраф По факту ее дальнейших действий ведется следствие В Первомайском уводе проверяется материал По факту выражения нецензурными словами в адрес сотрудника, водителем указанной автомашины На капоте проводило, то же самое сейчас проверяется После того, как будут все материалы собраны, будет дана юридическая оценка Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за данное деяние Оба эти случая не сенсация К примеру, это кадры погони 2014 года, когда, пытаясь задержать нарушителя ПДД Гаишник также оказался на капоте его автомобиля На ближайшем перекрестке резким маневром Гаишник был сброшен Но в тот же день нарушителя задержали Им оказался 40-летний водитель такси 28 января прошлого года около 4 часов дня Серебристый БМВ с лежащим на капоте инспектором ДПС промчался по одной из центральных улиц города Гаишник оказался на боличной койке А нарушитель был задержан спустя сутки На суде он сказал, что испугался запрыгнувшего на капот его автомобиля милиционера с оружием И такие аттракционы стали для сотрудников патрулей частым явлением Даже отечественные юмористы взяли их за основу сатирического сюжета Братан! Сум! И во время подготовки сюжета сегодня приблизительно в полдень в районе западного автовокзала На капоте прокатили еще одного сотрудника УПМ Видео прислал очевидец происшествия В УПМ ГУВД столица уточняет информацию Вместе с тем последствия за такое правонарушение могут оказаться довольно серьезными Согласно уголовному кодексу, если будет доказано, что к представителю власти было применено насилие Или даже попытка этого, второнарушителю грозит штраф от 200 до 500 расчетных показателей Либо лишение свободы сроком до 5 лет Вот Исаев Маназбакешев, НТС Внимание, розыск! В Кыргызстане ищут 4-летнюю Лидию Кашкарову Девочка пропала 7 марта рано утром близ одного из придорожных кафе С тех пор о ней ничего не известно Милиция отрабатывает разные версии, вплоть до похищения По крайней мере ДТП и то, что ребенок заблудился, родственники и следователи исключают Уголовное дело уже возбуждено по статье похищения человека Всех деталей оперативники не раскрывают Родственники и девочки больше всего к такому развитию событий и склоняются Ведь поисковая собака след взяла, но у проезжей части он оборвался Последними Лиду видели дядя и тетя, у которых ребенок оставался погостить Вот, в этой курточке она была В этой курточке розовые штанишки были, шапочка с козырьком была Третью неделю продолжаются поиски дочери Светланы, 4-летней Лидии Кашкаровой Пока безрезультатно Ее ищут и милиционеры, и волонтеры И не только возле кафе на объездной дороге Где девочку видели в последний раз Ее мама, дядя и тетя Но и по всей республике Я еще была беременна, родилась мертвая девочка, 8-месячная После этого две недели прошло, как вторая дочь потерялась Я не знаю, что мне делать, куда мне еще обратиться, как искать И по бабкам, и по ясновидящим Все говорят, живая, живая, идите утром рано в кафе Там подкинут ее, привезут, говорят Они боятся, у кого она находится, эта девочка Они боятся, говорят, это бабушки-то говорят Ясновидящие, что она боится обратиться в милицию Обратиться к родителям Я ни на кого заявление писать не буду Мне хоть бы она только вернулась, и все, моя кровидушка 6 марта Светлана отвела маленькую Лиду к ее дяде погостить Он работает сторожем в кафе на объездной дороге Неподалеку и проживает Девочка и ее братья любят бывать там Когда все ложились спать, и когда деверь Светланы уходил на работу Ребенок был дома, спал Пришел с работы, уткам дал покушать Кукурузу насыпал Он домой зашел, Лиды нету Я с женой бужил, говорю, где она? Не знаю, может в туалет вызвал Пошел в туалет, нету Тут прощался, прошел, везде посмотрел, нету Нам жену отправил, ты вот так иди, из сторонки позвонил На с той стороны пошла Я пошел на какую-то там смотреть Мама Света с этой стороны пришла После самостоятельных поисков семья обратилась в милицию Рядом с кафе на объездной дороге есть озеро В нем она не утонула Уже ясно, после случившегося воду из водоема спускали К тому же, рассказывает мама девочки, Лида боится воды Прочесали и поле Сейчас даже рассматривается версия похищения Ведь поисковая собака шла по следу ребенка до дороги После свет оборвался Даны ориентировки по всем районам Городу Бишкек То есть, пока результатов нету Также были даны ориентировки в средствах массовой информации В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 123 По похищению человека Семья Кашкаровых каждый вечер рассматривает окрестности кафе Авось, тот, кто взял маленькую Лиду, приведет ее обратно Тех, кто владеет хоть какой-либо информацией о местонахождении Лиды Просит сообщить по следующим телефонам 0701-01-76-08 0702-44-44-88 0700-05-06-90 Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев НТС, Чуйская область Центр избирком предложил президенту назначить перевыборы в ряде местных кинейшей на 28 мая Речь идет о тех сельских и городских советах, депутаты которых не смогли выбрать глав Айлукмуту и мэров Уже точно известно, что таких кинейшей 19 Угроза распуска грозит еще трем сельсоветам Досрочные выборы, разумеется, сулят новые траты из бюджета Из-за амбиции, что называется, распущенных депутатов сел и городов придется потратить из госглазны порядка 10 миллионов суммов И далеко не факт, что после новых выборов ситуация не повторится Есть ли выходы и что нужно менять в выборном законодательстве? Подробности далее Угроза распуска ряда региональных кинейшей, что называется, на нездоровые амбиции местных депутатов Никак не повлияла Члены 14 аильных советов и 5 городских так и не смогли избрать глав сельских управ и мэров Где-то депутаты, вопреки интересам своих избирателей, намеренно срывали заседания Просто-напросто, не приходя на них, либо шли на поводу прежних глав Айлукмэту и бойкотировали избрания новых Одним словом, доигрались, теперь там предстоит провести новые выборы На сегодняшний день в 19 местных кинешах, среди них 5 городов, не смогли избрать органы местного самоуправления Какие это города? Это Айдаркенка, Дамджай, Ташкумыр, Карабалта и Кимин Плюс еще 14 аильных округов Мы этот список уже передали президенту с предложением назначить там новые выборы И отмечу, что этот список может пополниться еще тремя местами Это город Жалабад, там не смогли избрать Торога, гор Кинеша Это Чуйский аильный кинеш Чуйского района, там такая же ситуация, не могут избрать Торога И третье, это село Кызыл-Осгуруш в Токтагульском районе Там предстоит вторая попытка избрания главы Айлукмэту То есть досрочные выборы могут быть назначены уже в 22 округах Кроме них есть и плановые выборы в 21 аильный кинеш, которые должны пройти в мае Там выборы плановые, потому что срок заканчивается Мы предложили президенту назначить на один и тот же день И перевыборы в тех кинешах, где не смогли избрать местные органы самоуправления И там, где они должны проходить по плану Когда в декабре проводили выборы в 411 кинешах, мы потратили 218 миллионов сомов Теперь, если проводить перевыборы в 19 местах, то потребуется еще порядка 10 миллионов сомов А эти деньги в госказне не предусмотрены Центр избиркома придется просить депутатов Джоорху Кинеша внести поправки в закон о бюджете Потому как выборы так или иначе должны состояться И средства налогоплательщиков все равно будут потрачены Другой вопрос, как привлечь к ответственности местных избранников, которые довели ситуацию до перевыборов Юридически получается никак А вот морально, разве что местное сообщество, устав от интриганов, выберет других депутатов Хотя тоже не факт Выход, как говорят депутаты Джоорху Кинеша, есть Нужно перейти на прямые выборы Чтобы глав Фаилу Кменту выбирали не только местные кинеши, а все население сельского округа Это будет прямая отчетность этих руководителей перед населением Он будет заинтересован, выполняет все требования, отчаяния людей, которые живут Потому что ему придется держать ответ перед ними И только люди, живущие в этом округе, смогут дать ему оценку Хорошо ли он работает или не важно И влиять, скажем так, на его дальнейшее пребывание на этом посту Проект закона, кстати, уже прошел режим первого чтения Концепцию документа большинство поддержало Если он найдет такую же поддержку во втором и третьем чтении Проведение прямых выборов на местах станет возможным уже в 2020 году Тем временем, ближайшие досрочные выборы в распущенные местные кинеши Скорее всего, будут намечены на 28 мая По крайней мере, с таким предложением в адрес президента выступает Центр избирком Манас Ачгитов, Александр Симонов, НТС Ремонт улицы оставят жителей на улице Реконструкция дорожного полотна Льва Толстого может лишить бешкевчан их единственного пристанища Мэрия намерена снести их дома, аргументируя свой замысел тем, что находится строение за так называемой красной линией Одно дело заборы, сараи или дворы Но есть среди 20 домохозяйств и жилые дома Причем у многих хозяев на руках есть красные книги или решения суда, подтверждающие их право собственности на землю Однако вопрос компенсации остается открытым Вроде как обещают выплатить деньги, однако сумму упорно не называют Подробности в материале Екатерины Ступкиной Подготовка к расширению и продлению дороги Льва Толстого на участке от улиц Шабдан-Батыра до Уэзова уже началась Для этого представители мэрии отметили красными линиями участки, где заканчиваются владения собственника и где начинаются муниципальные земли Таким образом заборы, хозпостройки, а порой даже дома попадают под снос Многие жители и сами знают, что нарушили эту границу Потому своими силами устраняют нарушения Однако есть жилые строения, которые будут ликвидированы Это место муниципальное, мы его освободили А после этого забора начинается наш участок У меня даже на руках есть красная книга Нургуль Асалбек Кызы живет в этом доме с четырьмя детьми и пожилыми родителями В ближайшее время они могут остаться на улице По ее словам, на руках у нее есть красная книга и прочие документы, подтверждающие собственность Однако представители мэрии сказали, что дом полностью попадает под снос Они просто пришли и сказали, что дорогу строить будут И что мой дом оказался за красной линией и подлежит сносу Но никаких документов, постановлений или положений, подтверждающих законность их намерения, не представили Куда мне идти с четырьмя детьми? Сказали, положена ли мне какая-либо компенсация Или участок в другом месте выделят В похожей ситуации оказались и другие жители Ни об обмене, ни о компенсации и слова не было сказано Лишь о необходимости снести их жилища А ведь многие живут там по 40 лет и больше Решение суда имеется, но в решении суда они ссылаются на то, что только на дом О прилегающей территории ничего не сказано за счет этого Ну ладно, хорошо, я вот этот забор снес, подвинул, вот так оставил Должна была какая-то комиссия прийти, все оценивать Ничего не объясняют, уходит у меня полдома, не уходит Вот линии начертили и все Здесь у меня живет дочка с сыном пятиклассником Они уже ищут квартиру, потому что скоро начнут сносить дома Если наш снесут, где они будут жить, куда смотрит правительство Около 20 домов и приусадебных участков по Льва Толстого оказались за красной линией Однако, каким образом будут выплачиваться компенсации и как будут определять стоимость имущества, неизвестно В мэрии также пока не располагают данной информацией Однако, представители муниципалитета отмечают Если у владельцев есть красная книга, сносить жилище закон не позволяет На участке Льва Толстого, на котором планируется ремонт и расширение, есть постройки, которые вышли за красную линию И, соответственно, занимают муниципальную землю Среди них и дома некоторых жителей Касательно компенсации могу сказать, что уже работает комиссия Пока неизвестно, по какому тарифу будут оплачивать Однако могу сказать, что, скорее всего, это будет рыночная стоимость Если, как вы говорите, у владельца есть красная книга, то закон не позволяет отобрать землю Возможно, будет обмен на муниципальную землю В прошлом году в Бишкеке снесли около 130 объектов В первом квартале этого года под снос уже попали 14 объектов капитального строительства До 2018 года в столице планируется продлить и отремонтировать 49 улиц Более 2500 объектов, которые будут мешать строительству дорог, намерены ликвидировать На какую компенсацию могут рассчитывать их владельцы, неизвестно Екатерина Ступкина, Рахат Джаныбекова, Урмат Аканбекулу, НТС Чья-то жизнь облегчилась, а на чьей-то нависла угроза Строительство автодороги Ош-Бишкек-Исфана закончилось два года назад Однако реконструкция трассы местами проведена не очень удачно Опасных участков на ней немало, отмечают дорожные эксперты Из-за чего довольно часто происходят автомобильные аварии При этом страдают не только водители, но и местные жители Больше всего жало поступает из города Кадамджай Прямо во двор или даже в дом въезжают большегрузные машины Так одна из жительниц рассказывает о том, что в ее дом уже трижды врезались То фура, то бензовоз, то камаз Говорить о безопасности пешеходов и вовсе не приходится Это ДТП у ворот города Кадамджай произошло 23 января текущего года Бензовоз, перевозивший полторы тонны солярки, протаранил легковушку, стоявшую на обочине дороги И буквально опрокинулся на здании магазина К счастью, обошлось без человеческих жертв Во двор хозяйки этого дома уже трижды въезжали большегрузы Итог, полностью разрушена кухня и магазин Так еще два автомобиля смяты в груду металла Все проблемы возникают из-за того, что дорога так построена Мы хоть и не специалисты, но понимаем, что аварии случаются из-за крутого поворота Перед поворотом ни светофора, ни лежачего полицейского Даже пешеходам трудно перейти дорогу Мы боимся здесь жить Три раза к нам во двор въезжал камаз Нашу семью мэрия переселила в здании детского дома Кто нам возместит ущерб, не объяснили Хотя все чиновники видели собственными глазами Что произошло и в каком мы состоянии На 122-м километре автотрассы Ошбаткен-Исфана Крутой и очень короткий спуск И сразу за спуском опасный поворот Как правило, преодолевая спуск, водители не успевают снизить скорость И как следствие не могут справиться с управлением И сманеврировать, чтобы вписаться в крутой поворот В маленьком городке Кадамджай таких опасных поворота три Там и случаются ДТП Мы магазин открыли за 15 дней до аварии Камаз, который перевернулся, задел и наш магазин Одна стена повреждена и окна выбиты Все пришлось менять самим В день аварии местные чиновники обещали, что проконтролируют Чтобы нам возместили ущерб Но чуть погодя о нас никто и не вспомнил Представители фирмы ответили, что возместить обязан водитель А водитель в больнице находится В прошлом году в Баткенской области было зарегистрировано почти 300 ДТП Более сотни из них произошли в городе Кадамджай Погибли 4 человека А тем временем представители управления автотрассы ОШ Баткен-Исфана заявляют Что дорога отвечает всем стандартам А виновниками ДТП являются сами водители Чтобы исправить ситуацию, нужно расширить поворот Для этого нам придется выкупить частные владения жителей Пока не получается решить этот вопрос Мы собираемся здесь немного поменять схему движения Тогда получится что-то вроде кругового А также установим светофор Все эти работы планируем закончить до конца этого года Насколько такое решение будет эффективным, пока не ясно Но жители, чьи дома расположены вдоль этого участка Дороги устали бояться за свою жизнь и жизнь своих детей В связи с чем считают, что мэрия в таком случае Должна переселить их на безопасный участок Но местные власти предложили им далеко не равнозначный вариант Землю за городом, где нет ни электричества, ни воды, ни дорог Гульджан Алкмышпаева, Бигджан Токтасунов, НТС, Баткен Такую красоту и ногами так обошлись с тысячами цветов Высаженных на площади Аллато посетители мероприятий Организованных 21 марта по случаю празднования Ноуруза Мэрия с сожалением сообщила, что около 6,5 тысяч тюльпанов На общей площади 165 квадратных метров были вытоптаны Народные гуляния прошли по клумбам возле памятника Курманджан-Датке На проспекте Чой возле художественной галереи Но, как пообещали сотрудники зеленстроя, тюльпаны они постараются восстановить Причем высадка луковичных была лишь первым этапом по облагораживанию столицы 15 видов растений из Китая, Японии и Европы будут радовать горожан На протяжении всего теплого сезона 21 марта тысячи горожан посетили различные мероприятия Организованные по случаю праздника Ноуруз в центре столицы Казалось бы, все прошло на ура Однако накануне мэрия сообщила печальную новость В результате народных гуляний около 6,5 тысяч тюльпанов были растоптаны Испорчены клумбы возле памятника Курманджан-Датке На проспекте Чуй и около художественной галереи Меж тем сотрудники зеленстроя уверяют, что растения не погибнут Эти тюльпаны не только начали всходить, и поэтому они практически не пострадали Мы сейчас провели профилактические работы, подрыхлили и так далее Поэтому практически все эти тюльпаны, 99% что они выживут, будут свистеть Хотелось бы от лица мэрии, от лица именно муниципального предприятия зеленстрой Обратиться к нашим горожанам, жителям столицы, гостям столицы Чтобы более бережно относились к нашим зеленым насаждениям К цветочным растениям не вырывали Также вот мы порой садим вот эти живые изгороди, деревья, чтобы не ломали и так далее Еще в начале марта в столице к весенним праздникам было высажено 120 тысяч тюльпанов И это не все планы муниципального предприятия по озеленению города В начале текущего года была проведена модернизация тепличных помещений А также закуплено около полутора миллионов семян 15 видов растений из Китая, Японии и ряда европейских стран на общую сумму 9 миллионов сомов Эти цветы, эта цветочная рассада называется сальвия Эти цветы предназначены для посадки в клумбах города Как отметила заведующая оранжерея Мария Ахматова Все цветы приобретены в соответствии с климатическими условиями страны В конце апреля месяца растения высадят в центральных районах Бишкека А к первому мая они уже расцветут Это катарантусы, пеларгонии, колиусы в этом году мы получили Они именно подходят к нашим климатическим условиям, выдерживают нашу жару Где-то около 15 видов Но каждая рассада рассчитана на разные орнаменты Где будем высаживаться, первыми будут это вечный огонь, площадь Аллато и парковые зоны Где будут проходить мероприятия праздничные На сегодняшний день Зеленстрой проводит подготовительные работы на тех участках, где будут высажены цветы Кроме того, в планах у муниципального предприятия посадить почти 15 тысяч различных видов деревьев на площади 6 гектаров Это была вся наиболее заметная информация уходящего дня Журналисты НТС по-прежнему продолжают следить за развитием событий Оставайтесь на вашем канале, далее вас ждет прогноз погоды на завтра Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго До свидания Продолжение следует...